Увеличилось количество сексуальных насилий. Увеличилось даже? Увеличилось. В семье или в целом? Ну, и в семье, и в родственниках. В целом, я говорю, она увеличилась. Это тоже, ну, такая... Или, может быть, просто стали более доступными, ну, то есть... Стали люди замечать, да. Вы знаете, эту фразу я лет 15 употребляю. Я думаю, что там есть какая-то правда, что мы становимся более внимательными, мы более так относимся к этому, но не проходим, может, мимо, может, как-то даем какую-то информацию. Это тоже играет одну вещь. Ну, сложно сказать, многие психологи по-разному оценивают, почему именно такая ситуация сложилась, то именно сексуальная есть. Я думаю, что здесь очень большую роль играет и интернеты, и разная доступная информация разным для детей, может быть, ненужным информациям, которая используется... Я думаю, что это есть насилие среди подростков, это есть и насилие взрослых над детьми сексуальной. Но я хочу сказать, что это не только, вы знаете, как-то Латвия выделяется в этом плане. Эта тенденция идет в целом, если мы посмотрим в Европе и в Америке такие самые случаи. Я думаю, есть такой интересный период, время, я не знаю, как его назвать, какое-то такое, ну, все дозволенности, недозволенности или неправильное понятие, что есть демократия, да, она как-то, если ребенку не объяснять, если там взрослым не объяснять, что демократия это не то, что я хочу и я буду делать, это уже на грани анархии. Анархий. Анархий.